Что можно изменить к лучшему, это благость. Например, пришел час моей смерти, можно все к лучшему изменить? Можно. Можно. Непреодолимая карма, тело умрет. Но что значит все изменить к лучшему? Если человек сосредоточенно повторяет молитву, в момент смерти думает о святом человеке или о Боге, в этот момент, когда он оставляет тело, он достигает этого состояния, достигает святости, приближается к Богу, достигает высшей цели человеческой жизни. Поэтому, видите, экзамены сдавать можно в любой ситуации. Тело будет жить или нет, не имеет слишком большого значения. Большое значение имеет, как ты оставляешь тело, с какими мыслями, какова была брожита, как твоя жизнь. В этом заключается главный смысл. А не в том, оставишь ли тело или нет. Иногда нет выбора, нет вариантов. Чья душа? Чья душа? Видите, я вас запутал. Я вас запутал, видите? Я говорю, чья душа? Вы, говорит, умершего. Да труп от душа, что ли? А чья? Нет, душа чья? Надо говорить, моя, моя. Я душа, да? Я душа. Нельзя спросить, чья душа? Душа моей родственницы. То есть, моя душа принадлежит моим родственникам, да? Я вас запутываю сейчас. Не могу? Я вас запутываю сейчас. Первое, что мы должны понять, что не моя душа, а я душа. То есть, люди говорят, моя душа. Нет, я душа. Я – это душа. И душа выходит из тела. В ведических писаниях подробно описано, как это происходит. Когда душа выходит из тела, то в течение 10 дней после этого она находится над своим телом и прощается с родственниками. Родственниками своими мыслями благородными о ней формируют ей новое тело. Светлые мысли, молитва, когда мы не в пьяном угаре провожаем душу, не поминки без спиртного, а чистые, светлые поминки. Поминать означает помнить. Поминать не означает напились, там, мы тебя поминаем. Нет, то есть, поминать означает помнить. Молитва означает светлые мысли. Это формирует новое тело. Те, кто должны подправиться в низшей планете, у них формируется тело страданий. Те, кто на высшие планеты отправляется, у них формируется тело блаженства. Примерно через 40 дней, да, мы знаем, уходит дальше туда или туда. Некоторые уходят на высшие планеты. Наслаждаются там жизнью. Есть два ухода на высшие планеты. Два пути. Первый путь. Человек уходит в ясную погоду. Днем. Солнце. Нет туч. Ясная погода. Уходит на высшие планеты продолжать духовный путь. Этот путь не, никогда не проигрывает человеку на этом пути. Спасибо. На этом пути человек никогда не проигрывает. Он идет дальше. Выше, 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 выше. Да? Почему он так идет? Потому что у него не было желания быть счастливым. Он хотел служить. Он выполнил цель своей жизни. Но у него осталась карма. Если бы не было кармы, он сразу в духовный мир бы ушел. Духовный мир – это основное пространство, в котором души живут. Очень мало души живут в материальных мирах. Материальных миров очень много. Миллиарды. Наша Вселенная имеет форму шара. Одна из немногих таких материальных миров. В ней мы живем миллионы, миллионы жизней. Цель этих жизней – освободиться от эгоизма, перестать жить для себя, стать слугой для всех, любить всех, заботиться о всех, забыть про себя, служить всем. В этот момент душа начинает уходить из материального мира, потому что она лишается кармы. Карма означает всегда эгоизм. Почему мы здесь рождены? Потому что мы захотели жить для себя. Почему мы захотели жить для себя? Потому что у нас есть свобода выбора. Душа всегда имеет возможность или для себя жить, или для других. У меня есть выбор всегда. Душа – это не энергетическая вещь. У меня есть энергия. Есть три типа тела. Три типа тела есть. Есть духовное тело. У вас есть духовное тело. У вас есть духовный ум, духовный разум, духовные чувства. Чувства. Знаете, что такое пять чувств? Есть чувства зрения. Вот не глаза. Глаза – это материальная вещь. Есть чувство зрения. Чувство зрения принадлежит тонкому телу. Когда человек остается в тонком теле, он смотрит не материальными, а тонкоматериальными глазами на свое грубое тело, которое мертво. Тонкие чувства не умирают в материальном мире. Но когда человек освобождается совсем от необходимости жить в этом мире, необходимость в этом мире означает эгоизм. Желание жить для себя заставляет жить в этом мире. Когда человек становится полностью бескорыстным, он освобождается от тонкого тела. И у него остается только духовное зрение, духовный слух, духовный вкус. Понимаете, духовное осязание, духовное тело остается, духовный разум, духовный ум. Все тонкоматериальные вот эти вот признаки ум, разум – это отражения духовного, духовных наших качеств. Какие отражения? Искаженные эгоизмом. Есть истинное эго. Оно хочет всегда служить. Истинное чувство достоинства. Посмотрите, как работает. Если я сделал доброе дело, мне хорошо. Ложное чувство собственного достоинства. Я сделал какой-то поступок плохой. Я думаю, ничего страшного. Все равно все нормально. То есть я сам себя обманываю, да? То есть мне нехорошо по факту, но я делаю вид, что хорошо. Ложное эго означает, человек не руководствуется истиной, а он руководствуется тем, наслаждает он себя или нет. Это для него истина. Понимаете? Человек, который истинное эго имеет, для него истина – это радость других, а не себе. Вы задали вопрос, очень сложный для понимания. Нужно много-много лет стремиться к тому, чтобы понять то, о чем я сейчас вам говорю. Это сложная тема. Крайне сложная. Так первый путь называется солнечный путь. Не то, что человек на солнце идет. Он идет, когда день, когда ясная погода. Он уходит из тела. Видите, идет, слово идет означает движется куда-то. Уходит из тела. И он дальше развивается, пока не покинет этот мир. Солнечный путь беспроигрышный. Сдал свои экзамены. Идет вверх. Второй путь. Человек хочет наслаждаться, но жил в благочестивой жизни. Всех любил, о всех заботился. Но внутри главная цель – это собственное счастье. Он думает, когда же я поду в рай и буду там счастлив. Он попадает по лунному пути, уходит ночью в облачную погоду. Дождь, туман. Уходит на высшие планеты. По лунному пути попадает на планеты, где очень много удовольствия, где много счастья. Много счастья, нет проблем, нет болезней. Он много-много, сотен, может даже тысяч лет там наслаждается. Все свое благочестие отрабатывает. И потом назад, на средней планете, где мы живем, опять сдавать экзамены. Потому что он не сдал экзамен. Должен он стать бескорыстным, а у него осталось вот это желание счастья. Те люди, которые живут только для себя. Всех эксплуатируют, мучают. Не соблюдают никаких правил жизни. Едят мясо убитых животных. Пьют спиртное. Бросают близких людей, совершают аборты. В конце жизни они отправляются на низшие планеты. Там их ждут страдания. Я вам рассказал три пути основных, которые бывают у людей после оставления жизни. Есть четвертый путь. Люди остаются на средних планетах. Потому что, как бы, и не туды, и не сюды. Они не то, что не сдали свои экзамены. В общем-то, чуть-чуть сдали. Но им дается еще одна попытка. Чистилище иногда возвращается на землю. Но при этом уже не в человеческом теле, чаще всего. После чистилища, чаще всего в животных телах, несколько жизней придется прожить. А потом уже в человеческом. В чистилище происходит деформация тонкого тела. Тонкое тело не способно уже разумно думать, потому что оно тупеет от страданий. Человек тупеет от страданий. Он не может выносить. Когда человек страдает, он не может размышлять. Заметьте, что кто-то бросил, ты не можешь думать. Тебя кто-то бросил, ты не можешь сосредоточиться. Просто страдаешь. Адская жизнь. Согласны? Кто испытал адскую жизнь? Бросили меня? То есть адская жизнь. Невозможно ни думать, ничего, ни спать. Очень тяжело, да. Там такая жизнь происходит не один год. Очень много времени. Человек уже забывает, как думать, как принимать решения. Все это происходит в спокойном состоянии. Разум может работать только в спокойном, счастливом сознании. Поэтому главная цель человеческой жизни – учиться прощать. Прощение дает успокоение. Учиться просить прощение. Это дает успокоение. Учиться принимать, любить людей. Учиться служить им. Учиться верить в старших. Учиться святости. Учиться духовному знанию. Все это дает радость, сердце, успокоение. Вот смотрите, я даже рассказываю вам об этих вещах, какой бы платформы вы не занимали, атеистическую, не атеистическую, какой религии, неважно. Я рассказываю вам об этих вещах, что у вас в сердце спокойствие. У меня тоже. Мы занимаемся нужным делом. У нас сердце радость, мы чувствуем, что так хорошо об этом. Такая беседа очень нужна, она имеет ценности. Итак, спасибо вам за вопрос, ценный вопрос. Мы сейчас продолжаем беседовать о карме. И следующая у нас тема непреодолимая карма. Мы поняли, что вариантов нет. Экзамен надо сдавать, но уже это тело является последним рубежом. Последний экзамен. Непреодолимая карма означает последний экзамен. Ты пришел к концу своей дороги. Все, должен сдавать последний экзамен. Тяжелая карма означает, смотрите, легкая карма. Допустим, я заболел, вылечился своими силами. Легкая карма. С работы увольняют, договорился, совсем не уволили. Легкая карма. Жена уходит, уговорил, на колени встал, простила, осталась. Ну, то есть, легкая карма означает, человек преодолевает своими силами ситуацию. Понятно, да? Средней тяжести карма. На колени встал, все равно уходит. Друзья позвонили, поговорили, осталось. Средней тяжести карма означает, врачи вылечили. Сам не могла, сама ребенка не вылечила, повезла в больницу, вылечили врачи. Средней тяжести карма. Дальше. Средней тяжести карма. Под машину попала, не погибла. Вылечили. Сама не вылечилась, вылечили врачи. Ногу там поставили на место, там все нормально. Тяжелая карма. Жена уходит, на колени встал, не остается. Друзья поговорили, не остается. Пошел в храм, батюшке в ноги упал. Он, настоящий батюшка, оказался не для денег, а для духовной практики. Посмотрел на меня, говорит, ты хоть вообще Богу-то служить хочешь? Я говорю, ну конечно хочу, просто я свинья вот этим не занимаюсь, а так хочу. Он говорит, ну ладно, давай договоримся, я сейчас буду молиться, но чтобы это было не зря для твоей судьбы, чтобы ты понял, что это вот все для тебя, для твоей судьбы. Давай я буду молиться, а ты вот потом задумайся немножко о своей жизни вообще, как ты живешь. Если вот жена все-таки остается, значит Бог тебе дал милость для того, чтобы ты свою жизнь поменял. Я говорю, по рукам. Ну примерно так, да? То есть я сказал спасибо, батюшка, все, так расплакался. И он начал молиться, представляете? Начал за меня такого тупого молиться. Хоть я несерьезно это все воспринял, хоть я ему особо не верю, мне просто идти-то некуда было. Я уже ко всем сходил, она все уходит. Человек в последний момент к Богу обращается, да, хоть не сильно в него верит, потому что, ну куда ему еще обращаться? А батюшка, он начал молиться, молился, молился, молился за меня. И жена ее как-то завернула назад в какой-то момент. Она что тут чувствует, не могу уйти еще, не могу уйти. Вернулась, говорит, ну с тобой свиньей придется жить. А что делать? И ты еще раз на колени встал. Она говорит, ну ладно, ладно, я это уже видела. И осталось. Я думаю, Господи, спасибо тебе, но вот в церковь ходить ведь все равно некогда. На следующий день жена подходит, говорит, все-таки я решила уйти. Я говорю, нет, 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 я все, я перепутал, все, я сегодня в церковь иду. Она посмотрела, ну еще один день подумаем. Я побежал в церковь, все, батюшка, все, спасибо, все. И она осталась. Это означает милость Бога уже, милость Бога. Тяжелая карма преодолевается с помощью милости старших, милости добрых людей, добрые люди иногда понимают. Не специалисты помогают, а добрые люди. Это тоже знак Бога, добрые люди. Надо человек голодный, допустим, добрые люди помогают. Я разок лежал в ванне, я изучал, что такое тонкое тело. И есть как бы пять первоэлементов, там в тонких энергиях есть. Первый элемент пространства, первый элемент праны или энергии, потом дальше первый элемент огня, первый элемент, который дает трансформацию всему, первый элемент воды или гармонии и первый элемент земли или структуры. Я не буду это объяснять, это много лекций подряд. Просто медитировал на первоэлемент эфира, в котором находится карма. Там вот эти вот каналы, шротасы, допустим, да, наади, психические каналы, в них это каналы, которые создают пространство в теле. У нас в теле есть разные виды пространства, понимаете? Как здесь вот есть пространство, в котором идут провода. Это свой вид пространства. Есть пространство, которое выстилает облиц.